Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда сможете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 63 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам можно написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и, наконец, вы сможете смотреть нашу программу в интернете на сайте sgutv.ru в разделе «Прямой эфир». Итак, специалисты утверждают, что любимые сказки во многом определяют наши дальнейшие сценарии взрослой нашей жизни. Но только вот сказки нам в детстве читают почти одинаковые, а жизнь у всех получается почему-то очень и очень разная. Почему же так происходит? И кто в этом виноват? Каким образом сказки влияют на нашу жизнь и возможно ли что-то исправить и создать свою сказку, сказку в своей жизни? Вот об этом мы и поговорим сегодня в нашей программе. У нас в гостях известный практический психолог, журналист, писатель, автор 50 книг, а также художник, член Союза художников России Лисси Муса. Здравствуйте, Лисси. Ну что, сказка – это вечное, это навсегда, потому что со сказки начинается наше детство, и сказка сопровождает нас по всей жизни. Конечно, мы их можем и не читать во взрослом возрасте, но это и фильмы, да, это и театральные постановки. Да, и мы все время в свою жизнь стремимся как раз сделать сказкой, да? Это, наверное, самая главная мечта человека, что было в жизни, как в сказке. Но почему-то так не бывает, поэтому вот сегодня и поговорим о том, каким же образом это происходит. Я думаю, что не каждый из нас уж так серьезно думал, задумался над тем, что сказка может как-то повлиять на нашу жизнь, на взрослую жизнь, особенно в детстве. Я думаю, что в детстве это просто воспринималось как, ну, чтиво по возрасту, что называется. А взрослые люди считают, что им не до сказок. Да. И, ну, то есть вот сейчас мы поговорим о том, как они неправы. Да, сказки важны и для детей, и для взрослых, они должны оставаться в нашей жизни. Тогда что такое сказка вообще, вот как вы определяете, как психолог этот жанр литературы? Как психолог я бы сказала, что для детей сказка – это очень мощный обучающий инструмент. То есть через сказку ребенок познает, как ему нужно выходить из каких-то сложных ситуаций, как ему вообще нужно себя вести. И очень много возможностей через сказку. То есть вот эти вот всякие живая-мертвая вода, добро и зло, яблочки какие-то там и так далее. Все волшебные штуки. Это он, ребенок, ну, понимает, что существует помимо вот этих вот физических возможностей, еще какие-то возможности. Там возможности невероятные иногда, а в нашей жизни невероятности полно. Ну и плюс – это поведенческие стереотипы, то есть вести себя как герой, или забраться на печку, или вот этот всемирный даос Емеля, который просто лежал на печке, ему все сыпалось, и он при этом был счастлив. А есть кто-то, кто всю жизнь пахал и тоже был счастлив. Такие разные типы, да, разные образы в сказках, они дают нам пример разных жизненных ситуаций, разных типов поведения в этих разных ситуациях. То есть это такой жизненный опыт, я бы сказала. Вот первый детский жизненный опыт. Через который родителям, наверное, легче всего детям рассказать, как можно жить. Ну, во всяком случае, назидательные вещи какие-то, как надо себя вести, как не надо себя вести, что будешь смелым, и будешь знать, куда идти там, и за что бороться, ты это получишь там. Ну и мед, пиво пил, и пол самтик во в рот не попало. Ну, сейчас есть аудио-сказки. Вот как вы считаете, все-таки лучше читать родителям книгу, или лучше дать ребенку посмотреть? Вы знаете, мне кажется, здесь двойственная такая штука, потому что, когда родитель с ребенком книгу читает, во-первых, он может сам войти в эту сказку, и с ребенком добавить какие-то этому, ну, позже, когда начнем там обсуждать, я вам расскажу просто, как детям вообще правильно читать сказки, да? Ой, это очень важно. Вот, когда вы в любой момент можете войти сами в эту сказку, и, ну, то есть, там, натворить. Что-то подкорректировать, да? Подкорректировать, потом выйти из нее дальше. То есть здесь, во-первых, совершенно потрясающий элемент творчества. То есть ребенок начинает оперативно заниматься жизнью, ну, то есть, потому что для ребенка не существует там эта сказка, эта жизнь, для него всю жизнь. Это все реальность для ребенка. Да, и он начинает корректировать реальность. Это, конечно, фантастически дает просто воспитательные какие-то моменты. Аудио-сказка здесь, ну, как бы тоже все-таки у ребенка должно быть еще какое-то самостоятельное творчество. То, когда с родителями, здесь идет, как бы, ну, такое назидание, да, что вот делай так, делай так. А когда идет сказка по книжке, у ребенка, когда вы его уже научили, что можно туда влезать, в эту сказку, он может сам параллельно раскручивать свой собственный сюжет. Поэтому я не могу сказать, что лучше, что хуже. Что лучше, да. Другое дело, что нужно обязательно не просто посадить его, включить кнопку и так далее. Нужно обязательно ему дать возможность посмотреть, что можно вообще сделать сказкой. То есть лучше быть рядом с ним, конечно же. Ну, во всяком случае, на первых этапах. Да, конечно, особенно, когда ребенок еще маленький и требуется какой-то комментарий. Скажите, пожалуйста, а вот мы говорим, зачем вообще человеку нужна сказка по большому счету, и вот этот лозунг сказка, ложда в ней намек. То есть на что намекает нам сказка? Ну, если, как бы, говорить с точки зрения психолога, да, то здесь вот какая штука. Значит, это разговор, как бы, со своим собственным подсознанием. Потому что сказка, на самом деле, это некая метафора. И мы-то, и когда мы выбираем сказки, мы отбираем их как раз по тем метафорам, которые нам близки, по тем состояниям психологическим еще, ну, то есть по каким-то ситуациям психологическим. То, что близко и нашему сознанию, и нашему подсознанию. Потому что иногда нравится какая-то сказка, и ты не можешь понять, почему она тебе так нравится. Ну, вот есть чудный мультик, Жихарка называется, вот я его готова смотреть и сейчас, без перерыва, просто вот днем, ночью. Ну, это ваше личное такое восприятие. Это, ну, у меня нету внешних, как бы, никаких, ну, вот на сознательном уровне, никаких нету ловушек здесь, чтобы она меня так притягивала. Но, видимо, что-то в подсознании на это отзывается так, но она мне просто как шоколад. Хорошо. Ну, если сказок очень много, да, они, конечно, очень разные, и, тем не менее, во многих сказках прокручиваются одни и те же какие-то морали, одни и те же сюжеты. Вот о чем обычно, то есть, скажем, о чем большинство сказок? Ну, большинство сказок-то как раз о том, что, значит, для счастья не нужно каких-то, это, к сожалению, чуть более завуалировано, чем надо, да, что для счастья не нужно ни богатства, ни силы особо, ничего, нужно просто позволить себе быть счастливым. Но при этом, значит, счастье – это достижение цели, а счастье – это, ну, вот вы помните, да, все эти герои, особенно всякие Иваношки-дурачки, они обязательно... Ну, это тоже образ собирателя, это тоже характер. Да, по пути к цели они обязательно делают какие-то добрые дела. То они там, ну, то есть, то они щуку какую-то куда-то там вытащили, Емеля тот же, да, то есть это все вот добрые дела, которые... Причем они это делают не специально, а искренне, да? Да. Иногда даже с линцой, как бы, ну, у тебя щука, тебя сейчас тащить надо там, она говорит, ну, ладно, там, ну, вытащи меня, теперь брось. Он говорит, ой, а мне эти вот ведра, ну, она говорит, ну, ладно, ведра сейчас сами пойдут. И, в общем, человек на своей лене как бы, ну, все-таки делает добрые дела, но так или иначе, вот первое его чудо, когда ведра у Емеля пошли домой сами, вот. То есть здесь очень много таких вот вещей, которые объясняют, что не нужно, то есть можно быть несчастным царем, там, можно быть царевной, но она будет не смеяна, она будет рыдать, там, можно быть очень, ну, как бы, вот, затисканной, ласками, там, вкуснотой дочкой, но ты, оказывается, ты мачехина дочка, и поэтому ты толстая, ленивая, неповоротливая и несчастливая в результате. А та, которая на морозе пошла, вот сейчас, да, подснежники искать, мама дорогая. Вот, и тем не менее, она, как бы, вот это счастье свое получила. То есть в сказках завуалирован код счастья. Да, да, да. Код счастья, и это нужно уметь читать вот между строк, и нужно правильно объяснять детям, да? Ну, вот я говорю, что иногда он чересчур завуалирован. Завуалирован. Да. Хорошо. Сегодня мы попытаемся раскрыть некоторым ключиком разные краски, снять вуали и посмотреть, что же происходит. Почему? Когда мы читаем одни и те же сказки, все мы, потому что эти сказки продаются в красивых книгах, с красивыми рисунками, их приятно держать в руках. Мы читаем эти сказки себе или своим детям, там, кто-то внукам читает. Но почему-то каждый из нас запоминает свою мораль, да, делает свои выводы. Каждому из нас нравятся свои герои, и поэтому, наверное, жизнь получается у всех разная. Безусловно. Не сказочная, далеко не сказочная. Нет, я бы сказала, что как раз сказочная. Только каждый берет из сказки свой кусочек, свой фрагмент. Понимаете? Потому что тот же взять аленький цветочек, кто-то берет аленький цветочек из щедрого папашу, а кто-то берет вот этого чудища, ну, то есть уезд из дома, сидение около чудища в ожидании, когда же он станет человеком. А по идее надо бы брать все, да? Все по чуть-чуть, что там заложено в комплексе. Да, да, да. Наверное, в этом заключается наша ошибка. Одним словом, каким образом, и сейчас мы поговорим об этом, перейдем к центральной части нашего разговора, каким же образом сказки или герои сказочные влияют на нашу жизнь и определяют наш дальнейший жизненный сценарий? Что происходит? Но прежде чем мы с вами начнем говорить на эту тему, давайте послушаем телефонный звонок, потому что к нам дозвонился наш первый телезритель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня вот интересует такой вопрос. Я вот слушаю вашу программу, и когда я вспоминаю, что когда я была маленькая, вот эти сказки, я тогда читали мне, или я читала, да, вот у меня было такое, что, как правильно вы сказали, что-то взяла свое, что не надо обижать других, надо терпеть, то есть не надо злиться, ну вот как-то надо мягким, потому что главные герои, они какие были там, мягкие, все терпели, только потом каким-то чудом у них происходило все так, что они всего добивались. А вот у меня возник такой вопрос, что наши сказки, которые были тогда, не устарели ли они сейчас, потому что мир-то изменился, и дети слушают, смотрят вот эти сказки и понимают, что, в принципе, по этой сути сейчас как бы не проживешь. Может быть, и когда я вот начала смотреть и слушать современные сказки, они содержат более как бы реальную мораль. Более практичные, по-вашему, да? Да, 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 вот как вот ваше мнение. То есть вопрос заключается в том, насколько актуальна в наше время мораль вот этих старых наших классических сказок. Может быть, их время уже прошло, и пора слушать современные сказки, сказки современных авторов? Да, безусловно. Безусловно. Понимаете, в чем дело? Что для издания, ну, то есть, вот, скажем, там, 50 лет назад, 60 лет назад, это возраст бабушек, прабабушек, там, 70 лет назад, были отобраны специально сказки с какой-то определенной идеологией, с учетом того времени, с учетом, как бы, тех настроений и так далее, потому что 100 лет назад до этого были другие сказки. Но есть же все равно вечные сказки, Лисия, авторские сказки того же Александра Сергеевича Пушкина, там, не знаю, Андерсона, против грима и так далее. Андерсон, смотрите, вот с Андерсоном самая большая неувязочка в сказках, потому что сказки Андерсона, это сказки для взрослых, они не для детей, там нет ни одной сказки, которая, как бы, рекомендована для прочтения детям, это сказки только для взрослых. Но их почему-то, ну, как бы, да, взяли и в 20 веке стали преподносить детям, как будто это вот сокровище такое для детей, это не для детей сокровище. А Пушкина, да, сказки, они написаны для детей, поэтому здесь, ну, как бы, вот он попадает как раз в разряд детских сказок. Но так или иначе, каждый век творит свои сказки, и мы почему-то не читаем там сказки-былины 14 века, 15 века, они для нас совершенно... Они для нас очень архаичные, да? Архаичные. Это как памятник истории практически. Да, ценности другие, и информации там гораздо меньше, потому что сейчас ребёнку запустить сказку без... Ну, то есть для него странно, что он там гулял по лесу и заблудился. Как так можно? Ну, вот там, скажем, братья Гримм, там эти сказки, пряничный домик, да, там дети пошли в лес и не взяли мобильника, странно, понимаете? Ну, они набрали там каких-то крошек и так далее. Вот, и то есть для любого ребёнка... Современного ребёнка, скажут, это такая неосмотрительность какая-то странная. Нет, ну потом, ну, как бы, есть же эти самые навигаторы, компасы и так далее. Вот, то есть для детей они совершенно непонятны, скажем, многие. Вот, и... А здесь, ну, вот, как бы в рамках того там вопроса, который девушка задала... Да, то стоит ли пользоваться той моралью в наше время? Той моралью сказки? Надо просто выбирать. Особенно, если вы читаете детям, тоже у нас это впереди об этом, я так поняла, разговор. Для детей нужно отбирать сказки, ну, то есть очень тщательно. Очень тщательно и, безусловно, нагружать их уже более современными сказками, потому что тот же дядя Фёдор, пёс и кот, это кладезь мудрости, кладезь юмора. И уже в более современном, как бы, то есть там и машина есть, и... Ну, и тем не менее... И более практически добрый, но практичный такой подход к жизни. Да, 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 да. Причём очень они тоже достаточно яркие все, и не... Ну, это не только Успенского, я беру, но это много, ну, просто вот первое, что на ум пришлось. А вот девушка задала вопрос о терпении, да, вот как быть с этим качеством? То есть те сказки учились этим терпению... Понимаете, в чём дело, что терпение-то на самом деле... Ну, терпение-терпение рознь, терпение хорошее качество. Но есть, как бы, терпение, которое называется рабской покорностью обстоятельствам. А это уже терпением никак нельзя назвать. То есть, ну, как бы, в общем плане эта поведенческая черта называется терпение. Но есть терпение, а есть рабская покорность обстоятельствам, понимаете? И вот здесь что имела в виду наша слушательница? Непонятно. Ну да, то есть из сказок мы должны все-таки брать не рабскую покорность, а именно терпение, отношение к обстоятельствам. Нет, ну нужно просто, когда мы понимаем, что мы терпеливы благодаря сказкам, вот теперь нужно, когда мы уже выросли, можно задуматься, это действительно терпение или это рабская покорность обстоятельствам. То есть мы же уже не дети, мы выросли. В первом случае это полезно, во втором это... Да, просто, да, это может испортить нашу жизнь. Хорошо, каким же образом вот в целом тот или иной герой сказочный может повлиять на нашу жизнь и, не знаю, испортить или улучшить ее? Ну, вот как испортить, я могу вам объяснить. Значит, на самом деле, вот я об этом уже сказала, что у нас существует какой-то, ну, какой-то случай в биографии, даже у маленького ребенка, у крошечного ребенка, есть либо хороший, либо плохой случай, который с ним произошел, какая-то ситуация, да. И вот пока это, вот вы знаете, да, что некоторые дети читают одну и ту же сказку, вот им колобок рассказали, вот еще колобок, еще колобок, еще колобок. На самом деле, значит, там, если это травма какая-то была внутри, да, и этот колобок на нее ложится как пластырь такой. То есть родители обидели или что-то кто-то его там не знает. Да, 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 да. И вот у него вот он, ну, то есть ребенок пытается на подсознательном уровне это как бы заштопать, да, и он как пластырь кладет, 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 накладывает, пока эта ситуация внутренняя не перестала болеть. Если она уже ушла в подсознание, то ребенок не понимает сам, почему ему нравится эта сказка. Вот я говорю, как у меня с Жихаркой, то же самое. Вот что-то она во мне такое штопает. Зацепило что-то, да? Да, да, да. Причем вот я чувствую, что мне просто от просмотра этого мультика мне безумно хорошо. То есть у меня выправляется, ну, то есть настроение и работоспособность, то есть, ну, вот по всем аспектам она меня... То есть вам становится хорошо? Да, она меня улучшает. А вот такого ребенку, который получил какую-то травму психологическую в детстве от прочтения сказки, от многочисленных прочтений сказки «Колобок», станет лучше? Ну, нет, понимаете, там непонятно что, потому что если его эта сказка зацепила, скажем, в травмировающую, ну, то есть наступила на травмированное место, да, эта сказка, то здесь он как раз, здесь она сыграет очень плохую роль. Очень плохую роль. Да, она сыграет как раз, то есть она эту травму закрепит. И она ее закрепит так, что когда будет наступать похожая ситуация, то ребенок начнет проигрывать плохую часть этой сказки, понимаете? Потому что это станет, ну, как бы вот это впишется в сценарий. Ну, вот на примере «Колобка» можно эту ситуацию, скажем так, смоделировать? Например, вот что-то там, что может произойти, что ребенка потом в этой сказке зацепит, и я это спрашиваю вас для того, чтобы наши телеседители поняли механизм действия. Я объясню сейчас. То есть «Колобку» сначала не понравилось, то есть почему он ушел от дедушки и бабушки? Ему не понравилось то, что его сначала вот так вот пекли, опекали, да, а потом поставили на окошко. То есть бросили, да? Ну да, ну то есть, ну, и студиться оставили. То есть вот смотрите, даже здесь по словам, да, пекли, опекали, вот. И тут поставили остужаться, то есть он почувствовал холод какой-то и убежал. И встретил там зайца. Малейшая опасность, он опять убегает. Малейшая опасность, он опять убегает. Это, то есть если ребенок вот подцепит именно плохую составляющую этой сказки, он не, у него не будет силы к борьбе, у него не будет мотивации к борьбе. Он все время будет уходить. Он будет все время избегать. Ага. И поэтому... От решений каких-то вопросов. Да, он будет избегать решений каких-то важных вопросов. Он будет, у него не будет жизненного опыта, который ему нужно, ну то есть там всем нужно набраться какого-то жизненного опыта. Там как, ну то есть если мы никогда не приходили речку вброд, нужно хотя бы, даже неудачная попытка, но мы хотя бы будем иметь представление. А вот это дитё, колобковое, оно будет всё время уходить. И в результате найдётся таки искуситель, который его слопает. Понимаете? Вот какая история. То есть и во взрослой жизни что ждёт такого человека? Да, во взрослой жизни он как раз попадёт в ловушку, потому что у него нету жизни, он привык убегать. Да, и он не знает решения вот этих сложных вопросов. Хорошо, у нас ещё один звонок. До рекламы не так много времени осталось. Сейчас мы послушаем звонок и, возможно, ответим на этот вопрос после рекламы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот слушаю вашу программу про сказки и вспоминаю, в детстве у нас было очень много красивых мультфильмов. Даже взять тот же самый «Аленький цветочек». Да вообще все мультфильмы производства «Союзмультфильм». Помните, это же просто художественные фильмы. Настолько они были точно прорисованы. Какие там были замечательные герои, слова, песни, музыкальное оформление. И я смотрю вот сейчас, у меня маленький ребёнок, и то, что предлагают с экранов телевизоров, какие-то вообще уродцы, которые просто, мне кажется, искажают сознание ребёнка, вот восприятие действующих лиц. Потому что не существует таких персонажей, которых нам предлагают. Как вы думаете, может быть ещё, что делать теперь с эстетической стороной этого вопроса? Нет нормальных книг. Вспомните, какие были замечательные издания, с ними не хотелось расставаться даже уже в возрослом возрасте. Какие были мультфильмы, какие были детские фильмы, и что нам предлагают сейчас? Может быть, ещё что делать с эстетикой? Как вы думаете? Ну, очень хороший вопрос, знаете, я хотела даже вам его задать. Это скорее всё-таки вопрос к художнику. Понимаете, в чём дело? Что я, ну, скажем, да, я художник старой формации. То есть я живописец, у меня живопись вся моя фигуративная и так далее. Я совершенно в рамках современного искусства, я неинтересна, я прошлый век. Но так или иначе, я не могу не признать, что новый век, новая эстетика здесь гораздо более, ну, как бы она более абстрактная, она более, ну, универсальная, скажем так. И когда смотришь, ну, то есть, ди, удаёшься, да, приходишь на выставку, а там просто ровно покрашено жёлтым там, ну, полотно, и на нём какая-то чёрная штучка, вот. И может, надпись может быть любая, там, песня номер 42, полёте в миле, там, всё что угодно. И вот этим как бы люди, да, люди при этом, значит, восхищаются. Я не понимаю, но отрицать это нельзя, потому что, ещё раз говорю, это новое время, это новая эстетика. Мы можем что-то не понимать. Ну, то есть, вот у нас как бы мальчик Тёма, самый младший член нашей семьи, он с удовольствием смотрит, как какие-то квадратики бегают за кубиками, и он знает их по именам, и он, ну, как бы он это проживает. Это хорошо, для него это игрушки. Игрушки не обязательно должны быть человеками. Они не обязательно должны быть мишками и так далее. И в наше время были чудеси заморские, страшенные. После этого мультфильма, я помню, «Маленький цветочек», что ли, вот я была маленькая. Как раз вот тот самый. Вот такой рисованный мультфильм. Да, тот самый, но когда вставала вот эта вот чудище гора, эта чёрная, я несколько ночей не спала, потому что у меня во сне вот вставала эта чудище гора. А то, что они сейчас играют страшенных динозавров, это хорошо, понимаете? То есть у них нету понятия, у нас ведь всё, у нас, ну, как бы красивенькая, значит, хорошенькая, да? Такая была ценность. А сейчас ты можешь быть страшным, как динозавр, одноглазым там, ну, то есть костлявым или каким-то круглым, как Шрек, зелёным, но при этом ты ценность. Да, и может быть добрым. Я думаю, что вот сейчас небольшая реклама, мы уходим на рекламу, а после рекламы мы продолжим ответ на этот вопрос и разговор на эту тему. Ну, и затем поговорим уже конкретно о каждой сказке. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, расставание будет недолгим. За это время подготовьте, пожалуйста, свои вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Продолжение следует... Продолжение следует...